Всем привет! Сегодня мы, дорогие фудисты, говорим о том, как пойти на первое свидание в ресторан и не оказаться лохом. Я не буду вдаваться в моральные и прочие средства, для этого есть психологи, психиатры, которые вам все расскажут, что говорить, что не говорить. Нет, мы не об этом, мы о еде и о ресторане. Ведь вы помните, тот, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Во-первых, самое главное правило, не вводите ее в те места, куда вы постоянно ходили со своей бывшей. Поверьте, она туда тоже зайдет и тогда вам конкретно не поздоровится. Второе, введите в те места, которые вы все-таки знаете. Тихо поинтересуйтесь, что хочет ваша новая прелестница, рыбу, мясо, есть ли какие-то аллергии и дальше выбирайте ресторан. Я почти всегда выбираю итальянский, в нем есть и то, и то. Более того, я бы вам рекомендовал зайти туда заранее, до день до того, и узнать. Если, к примеру, ваша любимая любит устрица, вы их никогда не ели, вам бы неплохо заказать одну-вторую штуку, посмотреть, как их едят, поморщиться, но сдержать себя и попросить кого-нибудь из официантов показать, как это правильно делается. Вы обязательно позовите повара и скажите повару следующую фразу. Что я выбрал этот ресторан для моего первого свидания. Что бы вы посоветовали? Моя девушка хочет морепродукча или она хочет килограммовый стейк, и он вам посоветует. Дальше не забудьте всем назвать свое имя и оставить хорошие чаевые. Потому что на следующий день, когда вы придете с ней, официант, администратор, узнав вас, скажет, о, добрый день, Олег Сергеевич, как я рад вас видеть. Потом выйдет шеф, который вынесет вам это блюдо, а он вынесет, скажет, Олег Сергеевич, бадам, это специально для вас. Вы избежите этих двух вариантов. Первый. Вы избежите большого чёта, примерно пару дюжин устриц. И это не фендеклер, а жилардо номер два, которые стоят денег. Вы избежите многих других неприятностей. Субтитры создавал DimaTorzok